Это иначе! Это иначе! Это иначе! Это иначе! Это иначе! Это иначе! Иначе! Прошедший 2011 год нам, жителям Израиля, заполнится мощной волной социальных протестов, охватившись всю территорию страны. По словам старожилов, нынешняя протестная волна была наимошнейшим актом социального негодования за всю историю государства Израиль. Начавшись в феврале 2000-м, акция в Фейсбуке и несколькими демонстрациями против намерений правительства повысить цены на бензин, в июле того же года эта протестная волна вылилась в многотысячное движение, протестовавшее против высоких цен на жилье, против дороговизны жизни, а также против других социальных проблем, раздирающих израильское общество. Первая по-настоящему крупная демонстрация палочного протеста прошла на площади перед Телябийским музеем искусства на исходе с субботы 23 июля. По разным оценкам, в той демонстрации приняли участие от 30 до 50 тысяч человек. После этого многотысячные демонстрации в Тель-Авиве, в Иерусалиме и в других населенных пунктах проходили на исходе каждой субботы вплоть до субботы 3 сентября, когда на улицы израильских городов вышли более полумиллиона представителей среднего класса и жителей районов бедноты. Стоит отметить и такой факт, что впервые за многие годы во время летних протестов две многотысячные демонстрации состоялись и в столице юга Израиля в Дейр-Шеви. Массовые выступления 3 сентября 2011 года явились своеобразным апогеем, за которым последовал резкий спад на грани почти полного затухания в протестном движении в стране. Так и не добившись никаких результатов, во своем выходе из паточного протеста заявило всеизраильское объединение студентов, одна из главных сил, на которой удержался протест, и благодаря которым было возможно проведение массовой демонстрации на протяжении почти двух месяцев. Так, что же произошло? Почему протестное движение прошедшего лета не привело ни к каким-либо результатам, кроме создания двух ненаделенных никакими полномочиями комиссии? Почему, скажем, в отличие от начала 80-х, когда многотысячные демонстрации против войны в Ливане привели, если не к революции, то хотя бы к отставке правительства, нынешняя волна протеста завершилась без отставки правительства Нетаньяху, против которого этот протест был собственный и был направлен. Мы требуем у государства, вы скажите нам, как вы будете в ваших проблемах. Если вы не умеете, пожалуйста, отсюда отодвиньте. Начала очень интересная динамика, что люди собирались и говорили, как в Испании, вы знаете, как руками мы говорили, видели это, это когда мы согласны, это когда мы против, и это когда мы хотим кого-то перебить, вместо чего, чтобы кричать, и вот так вот 100, 200 и 300 израильтян так вот беседовались. Это очень интересный эксперимент. Я такого в Испании не видел, что так много израильтян могут вместе говорить и не кричать. Мы поняли, скажем, очень быстро, что много чего не будет двигаться тут, не сразу. Это очень длинный, очень долгий процесс. Тут никто из нас не бенадам алим. Мы ничего не жгли, не ломали. Мы очень пытались, чтобы все было по нормам. Это наше. И потом говорят израильтянам, из-за Овдим-Зары у вас нет работы. Из-за Митнохалин у вас тут нет хорошего хинуха и брион, потому что все деньги идут туда. А их туда кто послал? А почему туда Митнохалин пошли? Потому что там дешевые работы, дешевые дома. И там можно дать лучшее образование детьми. Потому что маленькие поселения. Нас воспитали в эти последние 30 лет, что мы должны быть индивидуалисты. И сами по себе добиться вещей. И будьте работать тяжело, то вы добьетесь чего-то. На сегодняшний день никто ничего не добьется. Мы платим. Это наши деньги. Это наш труд. Окей? Сегодня наш труд идет. Кому? Не нам. Мы только начали идти в этот путь. Если вы будете сидеть дома, мы будем сидеть дома, что ничего не изменится. Посмотрите, пожалуйста, в Кнесете, кто находится там. В большинстве там мужчины, старые, эшкеннезии. И у них много денег. Мы должны быть необходимы в Казахаре. Я думаю, что мы сейчас будем проводить возраст. Есть большая часть, которые осуждали что они были с теми, которые были созданы в Мерахиат ГК. И Вернув 아니에요, что они созданы в Мерахиат ГК, который не хочет это знать, он собирается末ать им разумом... ... он с posesмой этого покрасить и нестили все ценности, ащутся и принять винные цветы, и напиши их буквально на 100% такого роста, который帶ите все из всех этих областей. Я думаю, что Вернувшин Робин говорит, что мы здесь стоим. Мы будем строить целью, которая будет строить здесь в прошлом году. Мы должны сказать, что этот мегабрь, это мегабрь для всех, и для всех, и для всех издателей в Исследовании.